Сегодня народные избранники под председательством Игоря Ермакова провели заседание Совета депутатов. Участие в нем также приняли глава округа Сергей Никитенко, его заместители, председатель контрольно-счетной палаты Владимир Батуков, представители прокуратуры. Подробности далее. Заседание началось с награждения. За высокий профессионализм, трепетное отношение к сохранению исторической памяти, вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, председатель Совета депутатов Игорь Ермаков вручил благодарственные письма и подарки активистам, которые приняли участие в реализации проекта по увековечиванию памяти ветеранов-серпуховичей, героев СССР. Накануне Дня Победы в Серпухове на фасаде домов открылись семь мемориальных досок. После торжественной части перешли к рассмотрению вопросов повестки заседания. Среди них внесение изменений в устав муниципального образования. Поправки предполагают разрешить занимать должность сельского староста, в том числе и депутатам, на неосвобожденной основе. Кроме того, внесли дополнения, которые регламентируют возможность досрочного снятия полномочий с парламентария по причине отсутствия его на заседаниях Совета без уважительной причины в течение полугода. Далее внесли изменения в бюджет. Его доходные и расходные части будут увеличены более чем на 1 миллиард рублей. Дополнительные средства планируется потратить на софинансирование государственных программ, реализацию занятостей подростков в каникулярное время, благоустройство, а также на проведение конкурса «Грант главы городского округа Серпухов. Вклад в будущее». Он будет проводиться впервые. Грант предполагает выделение дополнительных средств для общеобразовательных учреждений, которые будут потрачены по решению родительской общественности на нужды школы. Уважаемые депутаты, в контрольно-счётной палате подготовим экспертное заключение на проект решения, который соответствует нормам бюджетного законодательства. В завершении заседания парламентарии утвердили дату ежегодного отчёта главы городского округа. Он состоится 21 июня.